Все обсудили, проговорили. Я возвращаюсь к тем, к той примитивной истории, которую в самом начале показывал, там первая, если помню, что презентация. Хотел бы просто... То, что будет происходить в этом этапе, появление цифровых платформ, которые покроют отдельные взятые рынки, и то, что касается формата этого будущей цифровой экономики, по моему мнению, одна из вещей, которая точно существенным образом изменит экономические процессы и повысит их эффективность, это то, что та область знаний, которой мы оперируем, она начнет иметь достаточно четкую и конкретную привязку к тем аналитикам, на которых мы принимаем решения, а аналитики будут провязаны с конкретными данными. И мы сможем всегда, в любой момент времени, верифицировать то или иное принятое решение, отгустившись до конкретных данных. И делать это могут именно сами платформы в каждой конкретной индустрии. То есть не может здесь быть, я в этом месте согласен абсолютно с Алексеем, каких-то универсальных платформ, подкрывающих огромное количество сегментов рынков и так далее, а делать это будут именно отраслевые узкоспециализированные платформы. Вот примерно так вот эта картинка будет выглядеть. У нас есть еще один... Саша, нет? Нет. Тогда я нас в следующий раз попрошу просто то, что вы готовили сделать на такте, когда мы будем говорить про возможную платформу в тарифном регулировании. Я думаю, что нам нужно начать переходить от таких теоретических обсуждений. Ну, не имея в виду, конечно, Сергей Борисович Шерешов, он будет продолжать свое умение разбираться с понятиями и терминами. Но вторая часть мероприятия, она должна уже начинать уходить в конкретные сегменты экономические и показывать, каким образом, что в мире происходит в тех или иных сегментах и что мы можем сделать у себя в России, в евразийском экономическом пространстве. А я специально хочу начать с сегментов, которые подпадают от государственной регулировки. По моему мнению, наша особенность специфическая в том, что наш экономический контур все предприниматели, политики и так далее, все считают все именно зарегулированным. Это действительно его свойство. И в этом смысле я бы хотел посмотреть на это внимание с позиции, а можно ли его использовать как рычаг. Потому что, по моему мнению, использование нашего иммунитета, регуляторики, нашего бизнеса, может быть в этой ситуации той самой возможностью игры на опережение. Если только мы сможем в программе по развитию экономики прописать непосредственно начало всего этого процесса именно с этих сегментов. Я в первую очередь говорю о тех сегментах экономики, которые подпадают под тарифное регулирование. Это у нас сегмент ЖКХ, в первую очередь всех ресурсоснабжающих организаций. Там, по большому счету, исторически так сложилось, уже на сегодняшний день готовность к переходу к вот этому самому платформенному регулированию, мне кажется, на достаточно высокой степени. Вопрос в том, чтобы в этом сегменте, который на самом деле большой, 6 триллионов рублей в год, оборот, можно было бы связать текущие потребности конкретных котельных и так далее, с учетом имеющейся информации по их потребностям на каждый следующий календарный год, потому что они таким образом, только предоставив эту информацию, получают расчет тарифа, за счет которого и жмут, получают с населения и бизнеса. За поставленные ресурсы. Если их связать с сегментом регулируемых закупок, то есть это те самые наши госзакупки, закупки госкорпораций 44 и 223 КЗ, то вот здесь фактически можно переходить к алкоголитическому регулированию, и данные, собранные в этих двух местах, могут позволить большому количеству отраслей промышленности совсем иначе подходить к своим производственным программам, инвестиционным программам, оценке рынков и так далее. Мне бы хотелось на этих сегментах остановиться в виде отдельного конкретного мероприятия, посвященного этому. Может быть, нам придется даже разбить его на дно. И я бы хотел выслушать мнение ваше, как всегда, в конце, с пожеланиями. Какие моменты, может быть, все-таки остаются непонятными, на что нужно точно уделять время, иначе мы не проходим признание, я бы так сказал, тех концепций, которые мы пытаемся транслировать. Если у кого-то есть мнение... Можно вопрос задать?